Первые шаги в серьезную науку сделали несколько фокинских школьниц. Ученицы 251-й школы приняли участие во Всероссийской научной конференции «Юность, наука, культура» и удостоились высших наград. Немалая часть успеха – заслуга научного руководителя проекта, учителя биологии Надежды Волковой. После возвращения из Москвы участники делегации встретились с корреспондентами Тихоокеанского телевидения. Все переживания и страхи для них уже позади. Однако эмоции все еще переполняют школьниц, участницы Российской научной конференции «Юность, наука, культура». Ученицы 251-й школы Наталья Литвинова и Анастасия Дудник навсегда запомнят эту поездку. Три дня, проведенные в Москве, свой первый серьезный успех на научно-исследовательском поприще. Нам все очень сильно понравилось. Условия были хорошие для проживания. Жюри в нашей номинации были хорошие, понимающие. Говорили, главное не бояться. Конечно же боялись. Встретили нашего друга, который уехал в Калининград. Встреча была неожиданно очень приятная. Ну, впечатлений много, рассказывать очень долго. Также мы познакомились и с другими ребятами. Например, с города Нориска. Очень хорошие ребята. С республики Морел, с Красноярска, с Калининграда. С Якутии. С Якутии. Ребята все очень хорошие, дружелюбные. Нам все очень понравилось. Тему и направление научного исследования девочкам подсказала Надежда Григорьевна Волкова, учитель биологии, руководитель школьного экологического клуба «Лотос». Многолетний кропотливый труд школьниц и лег в основу работ, которые были включены в программу Всероссийской научной конференции после заочного отбора. И в итоге были отмечены членами взыскательного жюри как лучшие среди более чем 500 представленных на конкурс проектов. В очном туре очень сложно было, потому что в жюри сидят представители самых различных академий, вузов, МГУ международный, допустим, был академик из Международной авиационной академии. Или профессор института химии имени Менделеева. Ну и так далее. Сложно защищаться, вопросы непростые. С первого раза кажется, что еще там отвечать, но они быстро все понимают, сам ли ребенок делал работу или скачан из интернета, помогал ли кто-то из взрослых, сделав все. Ну вот, например, вопрос был Наташи Литвиновой. Как ты собирала снег? У нее работа была исследование чистоты воздуха нашего города по снеговым осадкам. Быстро показала, вопросов больше не было. В итоге Анастасия Дудник стала победителем конкурса в номинации «Экология и химия». Второе место в этой же номинации завоевала работа Натальи Литвиновой. Оба исследования касались изучения экологической ситуации на территории проживания. Работа Анны Тимкиной о редких бабочках Приморского края также получила второе место в направлении зоологии. Работа моя называется «Индикация загрязнения окружающей среды по качеству пыльцы». Ее делала пять лет. Сложная работа, интересная. Ну и, соответственно, первое место. Моя тема работы называется «Определение запаленности воздуха в городе Фокино с помощью снега». Работу я делала четыре года. Перечитала научная литература. Много делала исследований. Например, на одном участке в один день я делала по несколько проб. И так примерно в течение месяца, в течение зимнего сезона я так и делала. Ну, к сожалению, в этом году у нас снега вообще не было, поэтому я не смогла сделать. Вот только, по-моему, 5 апреля у нас был снег, и то быстро растаял. Поэтому, к сожалению, перед отлетом я не смогла сделать анализ. Любая победа – это итог объединенных усилий. Участники поездки благодарны Марине Владимировне Шабриной, которая достойно представила фокинскую делегацию на обязательной конкурсной презентации. Марина Владимировна спела две песни. Так как девчонки нашей делегации, увы, не поющие и не танцующие, заучь отдувалась за всех и за вся. Конечно, ее номер, ее две песни были признаны лучшими. Она, как защитник нашей делегации, получила особого вида диплом за лучшее представление делегации, за лучший номер. Нам было вообще приятно во всем. Особое спасибо, наверное, администрации нашего города и Кушековой Оксане Николаевне, потому что впервые нам были выделены деньги вообще на все – и на проживание, и на билеты туда и обратно, и руководителям, и ребятам. Это было настолько приятно. И я считаю, нам было за что бороться. Хотя бы приехать вот так и сказать, да, мы это сделали, мы оправдали ваше доверие. Победители Всероссийской конференции наградили дипломами и серебряными знаками отличия – юность, наука, культура за победу. Ее обладатели имеют право на получение рекомендаций при поступлении в высшие образовательные учреждения. Научных руководителей конкурсных работ, как наставников, отметили золотыми знаками отличия. Часть победителей мероприятия получили денежные премии в рамках государственной программы поддержки талантливой молодежи.